добрый день на библейский портал экзегет поступил вопрос муж панически боится быть подкаблучником вот это вопроса знака не увидел там и не услышал а в чем-то вопрос честно говоря не понял ну как что боится быть подкаблучником муж и не должен быть подкаблучником это с чего бы то он был под каблучником должен быть бог устроил мужчину таким таким чтобы он был руководителем главою а жена это за мужем уж не под каблу а за мужем но все равно где-то там да я даже не представляю как она будет за мужем он будет подкаблучником она будет за мужем что такое тандем будет непонятный вот не нужно быть не нужно переживать что он это не его природа я на самом деле не могу представить как как это происходит когда человек вот в патологию может поперейти когда человек постоянно что-то боится фобия какая-нибудь разовьется но вы не создавайте и не ставьте его в ситуацию когда он должен думать что его пытаются поставить под каблук потому что иногда слышу как современные женщины разговаривают с мужчинами и волосы дыбом последние на голове становятся я горит я горит да так и это так и говорит я горит я горит с людьми не ругаюсь только с мужем вот потому что с людьми то нельзя ругаться а муж что это же не человек с ним может ругаться вот поэтому поймите что статусная составляющая жены она зависит напрямую от мужа если по вашей логике давайте так пришла ко мне женщина горит батюшка у меня муж козел что мне делать я говорю ну что поделаешь скажи пожалуйста у короля кто же нам будет королева это принц и жена он принцесса а у козла кто жена вот пока у тебя будет муж козел статусная этого составляющая она примерно вот в рамках вот этого вот животного состояния и будет двигаться если муж подкаблучник значит жена кто но я не могу сказать что это как бы логически не совсем время но в любом случае смотрите если вы хотите быть королевой сделать его королем если вы сделаете подкаблучником или хотя бы будете давать ему понимать что вы пытаетесь что запихать под этот каблук вы будете всю жизнь страдать от того что он из этой ямы пытается вылезть он вылазить будет до конца жизни будет от этого страдать причинять страдания вам вашей семье всем окружающим но до тех пор пока у него вот эта фобия будет в голове торчать которую формирует в принципе если у него нет психических отклонений то значит формирует окружение если это существует значит просто сделайте так чтобы он понял что он не подкаблучник а он руководитель он тот за кем стоят вот жена замужем а он перед еще может один секрет открою для вас мужчина это ребенок который никогда не взрослеет как в детстве вот и уже не кравкали была такая замечательная песня про табуреточку где он рассказывал как действие он стоял на табуреточки и рассказывал стишок а потом при маме это было хорошо а когда он вышел в садик и вокруг там одни волки страшные и он стишок забыл и мамины глаза там подсказали вот сюжет этой песни да выводит человека на то что вот говорит он мне мне уже говорится давно за 60 а я до сих пор стою на табуреточки вот мужчина это ребенок который будет до конца жизни нуждаться в том что его табуреточную составляющую должен кто-то оценивать но это как правило жена когда жена оценивает его и стимулирует его на дальнейшее развитие вы же помните как детям мы хлопали в роду в ладоши слушали их дурацкие стишочки вот и хлопали в роду ладоши говорили как хорошо как все прекрасно хотя как конечно было там далеко не крембрюле но тем не менее мы стимулируем на дальнейший раз на дальнейший раз мужчина примерно такой же если вы будете своего мужа хвалить за каждый криво вбитый в стену гвоздь называя его креативным то вы будете его стимулировать на развитие и на движение если вы будете оценивать его руки как традиционно растущие или не традиционно растущие из определенных мест то вы будете убивать в нем творческое начало то же самое с подкаблучником если он этого боится значит сделайте так чтобы он перестал этого бояться если ребенок боится собак что нужно сделать либо познакомить его с такой добрый собак который который будет постоянно облизывать либо лишить его возможности общаться с собаками сделать и то же самое если муж боится чтобы делать подкаблучником значит первое либо перестать его заталкивать под каблук либо сделать его хозяином положении чтобы он начал понимать что он здесь руководитель что он управленец что самый-самый лучший самый творческий короче король а вы тут на его фоне королева вот так пример внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео